Их и начнём. Музыку из двух кинофильмов выбрали для произвольной программы нынешнего сезона. Оксана Максима и их тренера Наталья Личун, Геннадий Карпоносов. Двойная жизнь Вероники и Реквиум мечте. Смотрим. Они лидеры, это понятно, но нас волнует ещё конкурентоспособность этого произвольного танца с точки зрения олимпийских перспектив. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 призвольный танец, показывает то, что они могут, эти танцы как-то менее запоминаются. А когда выходит танцор и не показывает то, что он может, а все видят то, что он может. Не он показывает, а должны увидеть. А наши ребята, конечно, могут очень много этой скольжений, сложной поддержки. Конечно, это характер. Характер, который они сохранили от начала танца, от первого движения до его заключительного момента. Посмотрите, насколько легко Максим исполняет поддержку. Но обратите внимание, еще все-таки мы акцентируем на этом внимание, что у него, видите, на левой ноге, если внимательно присмотреться, просматривается какое-то специальное приспособление, фиксирующее колено. Ну, я думаю, это, наверное, на колене. Да, ну это специально, да, это понятно, что это некая конструкция, которая ему необходима для того, чтобы кататься. Кроме этого, там еще наверняка необходима еще и обезболивающая. В общем, молодец, мужик настоящий. И тут нужно еще отметить то, что физически очень хорошо готова. Они совершенно спокойно прошли весь произвольный танец, который... Смотрите, какая интересная сложная поддержка. Сложнейшая поддержка. Очень затратный энергетический, очень затратный, конечно, произвольный танец. Всегда и самый длинный, и наиболее эмоционально выжимающий спортсмена. Они совершенно спокойно откатали это время и практически не запыхавшись, сейчас вот как раз поздравляли Наталья Владимировна Леничук с окончанием своей произвольной программы. Вот, посмотрите, совершенно спокойно они сидят, уверены в себе. Оксана Домнина, Максим Шабалин. На жребии выпал таков, что они первые в самой сильной финальной разминке. Отметим также, знаете, хочется наконец сказать добрые слова в адрес нашей Федерации. Наконец сказать. Прям оговорка по Фрейду. Но просто появился спонсор нашей Федерации, и очень здорово то, что у нас фигуристы стали сидеть в Kiss and Cry Corner в одинаковых, очень симпатичных вот этих белых кофтах, да, куртках. Я думаю, что это тренировочный костюм. Нет, понятно, это тренировочные эти куртки, но, по крайней мере, они у всех единообразные, и очень стильно смотрится наша сборная в них, и Браво Федерации поработали в этом направлении. Мелочей здесь нет. Не перешли они рубеж в 200 баллов, не хватило 75 сотых. Но запомним эту цифру. И запомним эту цифру.